iPhone 5 действительно легендарный и революционный iPhone. По сути это первая попытка тотального переосмысления устройства, ведь первые поколения в сущности были с чем-то схожим, а вот iPhone 5 это новизна во всем. Предлагаю вам вспомнить этот аппарат, вспомнить все то, что подарил нам iPhone 5. В эфире Rudy Gadgets. Поехали! iPhone 5 вышел в 2012 году. Это был первый iPhone, выпущенный не при Стиви Джобсе. В связи с этим на пятую модель iPhone падал огромный акцент внимания. Всем было попросту интересно, что Apple представляет из себя без своего создателя. Вопрос был даже не в том, провалится ли пятая модель. Вопрос был куда более глубокий. Выживет ли сама Apple, если пятая модель провалится? Как вы помните, Apple тогда слишком сильно изменила iPhone в отличие от iPhone 4s. Были кардинальные изменения, были огромные риски. В дальнейшем мы знаем, что эти риски оправдались, но тогда был огромный скептиз у людей, у критиков, у покупателей. Но даже сейчас остаются люди, которые говорят, что iPhone 5 это довольно сомнительная модель. Увеличение диагонали дисплея, по-моему, было вопросом времени, так как 3,5-дюймовый iPhone 4s по сравнению с 5-дюймовыми конкурентами не соответствовал требованиям потребления контента. Но уж точно не таким ожидали увидеть новый iPhone. Пользователям он показался слишком вытянутым, пультообразным. Но, несмотря на свой странный вытянутый корпус, пятерка еще оставалась тем телефоном, которым было удобно пользоваться одной рукой. Ведь для Apple было важно увеличить дисплей, но при этом оставить философию компактности в своем телефоне. iPhone 5 представляет из себя маленький кирпичик. Тогда был тренд делать устройство легче и тоньше. Потому iPhone 5 просто не ощущается в руках. Его будто бы и нет. 112 грамм реально делают свое дело. Тактильно это приятный легкий аппарат. Его приятно брать в руки, им приятно пользоваться даже сейчас. Помимо его приятной эргономики, у него удобно расположены элементы управления, а также удобен весь внешний интерфейс. Под интерфейсом я имею ввиду, конечно же, 3,5-мм джек, который сверху перенесли вниз. И поэтому, когда вы интуитивно кладете с подключенными наушниками телефон в карман, то вы его кладете, не загиная провода. И удобно достаете, не перебирая его в руке, как это было с предыдущим поколением. В 4S коннектор находился сверху, поэтому, когда вы его кладете в карман, провод постоянно загинался. Или, если вы не хотели этого, то вы, конечно же, его постоянно перебирали в руке, вертели, крутили. Это было не совсем удобно, и в случае с перестановкой таких элементов управления и интерфейса, это выглядело очень актуально в пятерке. iPhone 5 – это родитель целой новой эпохи. Эпоха, которая закончилась. Эпоха Lightning, разумеется. Lightning – это самый уникальный коннектор, в отличие от своего предка, а и под коннектор, более известный как 30-пин, который был в iPhone 4S, у Lightning были следующие преимущества. Он был меньше, ввиду этого факта с ним было меньше проблем с поломкой, ведь 30-пин чаще всего перетирался у основания, и когда он деформировался, 30-пин – штука громоздкая, поэтому под воздействием своего же размера он и приходил в негодность. Во-вторых, 30-пин, в отличие от Lightning, нельзя вставлять с двух сторон. А Lightning можно, и это всем было удобно, и всем было по душе. И это было классно. Кроме нового коннектора, Apple создала новые универсальные наушники. AirPods. Суть их универсальности заключается в дизайне. На удивление, AirPods подходят огромному количеству пользователей, они не вываливаются из ушей, уши не болят, да плюс ко всему звук просто супер. Кстати, интересный факт – диапазон форматов звука у AirPods больше, чем у AirPods. Так, например, формат сжатия звука без потери качества Apple Lossless просто не может передаваться по Bluetooth. Эта технология доступна только через провод. Ну и наконец, самое основное среди нового – это дизайн. Вместо стекла используется металлическая форма, сам корпус угловатый, но он не впивается в руку, как новый iPhone, потому что он не такой тяжелый и не давит на руку своей массой. Снизу и сверху корпуса стеклянные вставки, тут нет функционала, просто создается эффект симметрии, и выглядит это довольно сочно и стильно. Симметрия, к слову, прослеживается из фронтальной части. В iPhone 5 установлен Apple A6 и 1 гигабайт оперативной памяти. Последняя доступная версия ПО – это iOS 10.3.4. Я бы не сказал, что iPhone 5 хорошо работает на десятке. Честно признаться, ну такое. Можно было бы простить всю подторможенность системы во многих местах, если бы тут было много софта. Но тут, кроме стареньких игр, ничего нет. Да, и играются они, к слову, без какой-либо эйфории. Тут даже крокодильчик в свомпе порой вылетает. А по приложениям, YouTube тут вообще не работает и нас выкидывает на браузер. Telegram тоже не работает, просто не приходит код подтверждения, вообще ваша версия не поддерживается, иди гуляй. Зато ВКонтакте работает, но он так плохо работает, так сильно и безбожно тупит, что можно считать, что он не работает. В общем, тут все печально, к сожалению. Экран здесь маленький, но я не скажу, что он плохого качества и что к нему невозможно привыкнуть. Смотреть кино где-нибудь в дороге, например, в автобусе, в маршрутке, в электричке, это неплохое решение. Да даже дома, лежа на диване, это будет классным решением. Я вот тут наговорил всякого плохого про пятерку, и неужели тут нет ничего хорошего? Зачем тогда он вообще нужен, этот ваш iPhone 5? Не, ну если без негатива, то тут можно играть в игрушки, которые определенно вызовут ностальгию. Например, серию игр Grand Theft Auto. Мне, например, обожается такая игра, как Vice City. Перепроходил бы ее хоть сто раз. Max Payne, например, который я в действительности, скорее всего, перепроходил очень много раз. Такие простенькие игрушки по типу Fruit Ninja, например, или же Hill Climb Racing. Это неплохие таймкилеры, которые вызовут интерес. Даже мессенджеры и социальные сети можно заменить аналогами. Да, Телега, например, не работает, но есть видограмм. По факту говоря, это тот же Телеграмм без всяких переделок, только иконка и название другое. А так один в один. Работает сносно. Со ВКонтакте проблема совершенно другая, тут не работают многие клиенты. Поэтому стоит использовать оригинальный ВКонтакте. Да, он тормознутый, но справиться с ним проще, чем с Ютубом. Потому что Ютуба попросту нет, и никаких клиентов тоже по факту нет. Нет, единственный выход – пользоваться Ютубом через браузер. И тут на самом деле не стоит пугаться. Почему? Потому что он нормальный. Просто сайт Ютуба объективно так сделан, так адаптирован под экраны смартфонов, что им объективно удобно пользоваться. Здесь можно войти в свой Google аккаунт, здесь можно смотреть подписки, просто через поиск искать видосы или какие-то рекомендации смотреть. Здесь можно настраивать качество изображения. В общем, это полноценный Ютуб, которым реально приятно пользоваться. Как будто бы ты в прямом смысле используешь его через приложение, но по факту ты его используешь через браузер. Вывести иконку на главный экран, и по факту говоря, все, все готово. И пользуешься себе в удовольствии. Камера iPhone 5 очень хороша собой. Для 2012 года тем более, это чуть ли не лучшая камера. Она реально сейчас не уступает среднебюджетному смартфону из Китая. Она становится идеальной, зная, что iPhone 5 можно купить за 1000 рублей. Модуль на 8 мегапикселей, видео 1080p в 30 фпс, фронталка на 1-2 мегапикселя. Напомню, в то время фронталка чаще всего стояла для галочки. Мол, есть, и спасибо на этом. И я не зря говорю о камерах. При Джобсе Apple, как вы помните, не превращала свой телефон в камерафон и вообще не делала на камеру никакую ставку. Именно с iPhone 5 начинается та эпоха, когда iPhone стал тем смартфоном, который хотели чисто из-за камеры. И тот прорыв, что есть сейчас в камерах Apple, мы имеем именно благодаря пятому поколению и маркетинговой политике Тима Кука. Да, iPhone 5 это не самый легендарный и лучший iPhone в истории. Да, у него много минусов было тогда. И даже сейчас эти минусы сильно видны. Но в 2012 году, все-таки, несмотря на все эти минусы, что были, Apple прыгнула выше головы и с задачей жить без Джобса справилась. И пускай такой красивый черный iPhone, который на солнечном свете переливался в синий, превращался в бог весть, что краска просто отваливалась. Но со временем эти шрамы придают пятерке больше винтажа. По крутости это примерно сравнимо со сцарапанным iPod. И несмотря на эти косяки, именно этот дизайн был в легендарном 5S и в не менее легендарном SE первого поколения, который подарил нам огромное количество эмоций. И все началось именно с iPhone 5. Эмоции. Позитивные эмоции это самое главное. Вот таким был iPhone 5. Всем удачи. Всем мир.